всем привет итак сегодня поговорим о 10 признаках хренового работодателя чё ты смотришь признак первый это карьерный рост когда вам обещают перспективу карьерного роста заметьте перспективу не карьерный рост по карьерного роста никакого у вас не будет это инфа 146 процентов почему не будет карьерного роста да потому что такую ерунду втирают фирмы однодневки фирмы с большой текучкой как мелкие так и крупные как и п так и ооо в нормальных организациях например государственных при трудоустройстве вам никто не скажет и не будет вешать лапшу на уши про карьерный рост может быть там кадровик обмолвится ну вот там лет через пять работа на этой должности может быть скажет по-моему именно так но конкретно говорить типа через год ты там будешь на такой должности через два там еще он такой вам никто говорить не будет на нормальных производствах так сказать это слово зарабатывать если слово зарабатывать или мы зарабатываем ты должен зарабатывать ты будешь зарабатывать хоть один раз прозвучало на собеседовании просто вставайте и уходите нахер оттуда не тратьте свое время это опять же вам вешают лапшу на уши и зарабатывать вы там не будете слова у нас мальчики у нас девочки зарабатывают принципе можно отнести к предыдущему признаку также это понебратское отношение уже начинается вы еще там не работаете вас еще не знают а уже мальчики девочки странно вообще видеть девочку 40 лет то есть или мальчиков 30 увидели мальчиков 30 лет я нет так четвертый пункт это зарплата складывающаяся из процентов это негодные работодатели чаще всего это магазинчики и так далее по факту вы будете получать минималку которая вашем регионе прописано и все то есть а проценты вам всегда будут урезать и так далее причем эти проценты высчитываются так через хуй пойми колоду что она нет прозрачности как эти проценты начисляются так пятый пункт бонусы и штрафы ну если есть бонусы соответственно если штрафы в компании хотя это полный блять бред штраф это наказание вид наказания который назначается у нас российской федерации судом в большинстве случаев штрафа будет больше у вас чем бонусов этих при таком раскладе естественно эти штрафы будут высосаны из пальца вообще в нормальных организациях есть депримирование то есть вы там получаете свои 30 тысяч грубо говоря из них премия допустим 3000 и за какие-то косяки вас могут депримировать никаких штрафов быть блять не может просто пиздец вы блять вообще считаете трудовой кодекс нахуй так шестой пункт очень интересный требуется в организацию люди с активной жизненной позиции блять вы с активной жизненной позиции то активно жизненной позиции может быть там я не знаю в сексе активная пассивная жизненная позиция по факту еще это состоит активно жизненная позиция подразумевает под собой то, что вы должны будете лизать в жопу начальству и стучать на своих коллег. Вот что такое активная жизненная позиция. Опять же, это признак негодного работодателя. Так, седьмой признак дружный коллектив. Мол, у нас дружный коллектив и так далее. И вот это все относится к предыдущему пункту. На вас будут стучать, если нужно будет начальник цинканет, вас там с дерьмом сожрут, лишь бы вы ушли и не работали там. А многие берут на работу сотрудников. Не для того, чтобы сотрудник работал, а чтобы просто поиздеваться над человеком. Да, реально есть такие люди. Они ограничены сейчас уголовным кодексом, административным КОАПом, гражданским кодексом. Поэтому не могут в открытую вас пыткам подвергать. Поэтому делают это немножко завуалированно. Следующий пункт это понебратство. Если вам начинают на собеседовании, к вам начинают обращаться на ты, вставайте и уходите. Дальше там ничего подобного не будет. К вам все должны обращаться по имени и отчеству. Неважно, младше вы, старше вы того человека или нет. Девятый признак это низкая зарплата. Сами посудите, сколько времени вы тратите на работу. Это пиздец просто. Я как другой ролик создам, сколько люди, живя в разных городах, тратят на работу. Не просто чисто на работу, вообще весь процесс расскажу. И за это получают низкую зарплату. Что такое низкая зарплата? Низкая зарплата это меньше, чем среднестатистическая по вашему региону. Но среднестатистическая нереальная, когда она там 17-20 тысяч, а среднестатистическая по статистике Росстата. То есть у меня 40 там чем-то тысяч, среднестатистическая зарплата, все что ниже, соответственно, это низкая зарплата. Удаленность работы, то есть ехать вам далеко, добираться. Ну, далеко понять растяжимое, смотря где вы живете, в каком городе. А вообще, прикиньте так, сколько вы тратите времени и денег на дорогу, окупается ли это или нет. Потому что лучше, допустим, у вас есть два варианта, куда трудоустроиться, и разница в 5 тысяч. Лучше выбирать ту работу, где платят меньше, но чтобы она была ближе к дому. Вы потом лулзы начнете словить с того, что кто-то там, блядь, встает нахуй, чуть ли не за 3 часа, хуярит на работу, а вы там за 15 минут привели себя в порядок и 5 минут пешком и уже на работе. Это тоже очень важно. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok